С вами канал Учебник Слух. История средних веков. Шестой класс. Тема урока – возникновение ислама, арабский халифат и его распад. Природа и занятия населения Аравии. Арабы издавна жили на обширном аравийском полуострове в юго-западной Азии. Большую его часть занимают сухие степи и безводные пустыни. Для земледелия были пригодны лишь небольшие оазисы на юге и западе Аравии. Там жили оседлые арабы. Из колодцев и ручьев они брали воду, возделывали сады, рощи финиковых пальм и виноградники, сахарный тростник, хлопчатник. Кочевые арабы – бедуины, что значит степники, передвигались со своими стадами по степям, покрытым жесткой травой и колючим кустарником. Они разводили верблюдов, овец и лошадей. Верблюд, способный питаться колючими, жесткими растениями, был неразлучным спутником бедуина. Бедуин питался его молоком и мясом, одевался в ткани из верблюжьей шерсти, укрывался от палящего зноя и холодного зимнего ветра в палатке из верблюжьего войлока. Из кожи верблюда делали обувь, седла, сбрую. При переходе на новые места верблюд перевозил бедуина с семьей и его имущество. Вдоль берега Красного моря пролегал старинный торговый путь из Византии в Африку и Индию. В оазисах на этом пути возникали торговые поселения и города. Самым крупным из них был город Мекка. Каждую весну в течение четырех месяцев в Мекке проходили ярмарки, ежегодные или сезонные торги. Кочевники пригоняли сюда скот и обменивали его на хлеб, ткани, оружие, посуду. Во время ярмарок в Мекке и ее окрестностях объявляли общий мир. В Мекке расположено древнее святилище, храм Кааба, что значит куб, служивший святым местом для всех арабов. Знатные люди Мекки руководили религиозными обрядами, снабжением прибывших паломников пищей и одеждой. Племена бедуинов. Бедуины делились на множество племен родов. Из-за пастбищ и по обычаю кровной мести часто происходили стычки между племенами, а войны между ними длились иногда десятилетиями. Каждая племя поклонилась своим божествам, а это еще более усиливало рознь среди арабов. Во главе племен стояли вожди. Обычно вождя выбирали из богатого рода, чтобы он при нужде мог кормить бедняков, а также выкупать пленников. Объединение враждовавших между собой арабских племен было ускорено борьбой с внешними врагами. В конце VI века Иран захватил южную часть Аравии, а в начале VII века вел войны с Византией на северных границах полуострова. Арабская торговля была нарушена. Мухаммед – основатель ислама. Объединению арабских племен способствовала новая религия – ислам. Основатель ислама – житель Мекки Мухаммед. В Европе его называют Магомед. С шести лет остался сиротой. О нем заботились бедные родственники, а он пас их коз и овец. Примерно в 610 году Мухаммед выступил с проповедью новой религии. Он утверждал, что нет других богов, кроме всемогущего единого бога Аллаха, а себя называл посланником бога, его пророком. Мухаммед призывал арабов прекратить вражду и объединиться, приняв одну веру. В проповедях Мухаммед обличал несправедливо наживающих богатства, призывал богачей помогать бедным и сиротам, освобождать рабов. Все, кто принимал новую религию, называли себя мусульманами, то есть покорными богу. Влиятельная мекканская знать отнеслась враждебно к проповеди Мухаммеда, и в 622 году он со сторонниками переселился в соседний оазис – Медину. Год переселения хиджра стал начальной датой мусульманского летоисчисления. В Медину со всех сторон сходились последователи Мухаммеда. В 630 году знать подписала с Мухаммедом соглашение и открыла перед ним ворота Мекки. Мекка, как и Медина, превратилась в священный город всех мусульман, а Кааба – в главное их святилище. Мухаммед стал основателем новой мировой религии – ислама и главой арабского государства. Ко времени его смерти под властью мусульман оказалась большая часть Аравии. Мухаммед высказывал свои мысли как откровения, переданные ему Богом. Его речи записывали ученики на пальмовых листьях и камнях, заучивали наизусть. После смерти Мухаммеда эти записи были переработаны и составили священную книгу мусульман – Коран. В переводе значит «чтение». Текст Корана состоит из коротких фраз, которые легко запомнить. Коран состоит из 114 глав, называемых «суры». В Коране, как и в Ветхом Завете Библии, сказано, что Бог, Аллах, сотворил мир за шесть дней. После всех живых существ Аллах на шестой день сотворил из глины первого человека – Адама, и из его ребра – Еву. А седьмой день, у мусульман эта пятница, стал днем отдыха. Мораль и право. Считалось, что все законы и правила поведения мусульман изложены Мухаммедом и его ближайшими сподвижниками. Поэтому государство не должно издавать новые законы, а лишь исполнять волю Аллаха, переданную Мухаммедом и записанную в Коране. На основе Корана юристы разработали правила поведения, шариат, правильный путь. Судили мусульман знатоки Корана, духовные судьи, кади. Мусульманская мораль, как и христианская, предписывает верующему «не убивай, не кради, не лги, люби ближнего, уважай родителей». Человеку следует подчиняться правителям и начальникам, быть скромным и терпеливым, мужественно сносить жизненные трудности и невзгоды, платить долги, помогать бедным и убогим. Коран запрещает расставщичество, но поощряет занятия торговлей. Мусульманам запрещается пить вино, играть в азартные игры, так как то и другое мешает ежедневной молитве. Ислам имел огромное влияние на культуру, обычаи и нравы, право и мораль не только арабов, но и жителей завоеванных ими стран. Завоевание арабов. После смерти Мухаммеда арабским государством управляли халифы, заместители пророка. Первые четыре халифа были его ближайшими родственниками и учениками. При первых халифах многочисленные отряды арабов вышли за пределы Аравийского полуострова. Главную силу их войска составляла стремительная легкая конница. Арабы лавиной обрушились на Византию и Иран. Эти страны были истощены длительной войной друг с другом, и не оказали арабам сильного сопротивления. В короткий срок арабы захватили богатейшие византийские провинции – Сирию, Палестину и Египет. Завоевали огромное иранское царство. В Северной Африке подчинили себе племена берберов. В VIII веке успехам арабских завоевателей способствовала как их сильная воинская организация, так и раздробленность, политическая слабость многих богатых соседей. Постепенно все африканское побережье Средиземного моря стало арабо-мусульманским. В 711 году арабы переправились через Гибралтарский пролив на Пиренейский полуостров. Только жители северной горной части Испании и части Португалии не были покорены. Затем арабская конница перешла через Пиренейские горы и напала на королевство франков. Но, как вы знаете, там арабы были отброшены на юг. На востоке завоеватели встретили сопротивление народов Кавказа и Средней Азии, потому здесь их власть была непрочной. В борьбе за Среднюю Азию арабы столкнулись с Китаем и нанесли китайскому войску поражение. Подчинив Восточный Иран и Афганистан, арабы проникли в северо-западную Индию и утвердились там. Так в течение VII и VIII веков образовалось огромное государство арабов, арабский халифат, со столицей в Дамаске. Владения халифата раскинулись от берегов Атлантического океана до границ Индии и Китая. Это была лоскутная империя, состоявшая из многих народов и стран, силой удерживавшихся в подчинении. Правление аббасидов. В 750 году власть в халифате перешла к династии аббасидов. Во время их правления арабы проникли на острова Сицилия, Кипр, Крит и часть юга Италии. Сначала принявшие ислам освобождались от подушного налога, что подталкивало многих жителей завоеванных стран к переходу в новую веру. Затем эта льгота была отменена. Вскоре после прихода к власти аббасидах халиф основал на месте небольшого селения на реке Тигр новую столицу – Багдад. Место для столицы было выбрано удачно. В плодородной, густо заселенной долине Междуречья пересекались торговые пути из Аравии, Сирии, Закавказья, Ирана. Государство арабов при аббасидах называли Багдадский халифат. Халиф Харун ар-Рашид. Временем расцвета багдадского халифата считаются годы правления Харуна ар-Рашида – 768-809 года. Современник Карла Великого, он стал героем сборника сказок «Тысяча и одна ночь». В них Харун предстает справедливым государем. Чтобы узнать нужды подданных, он, переодетый, ходит ночами по Багдаду в сопровождении визира, советника и телохранителя. На самом деле Харун ар-Рашид был коварным и жестоким десподом. Подданные его ненавидели, он боялся жить в Багдаде и поселился в крепости за городом. В столицу халиф наведывался, чтобы наказаниями добиться от жителей полной уплаты налогов. Распад халифата. Все немусульмане в халифате должны были платить высокие налоги и содержать за свой счет армию. Жители завоеванных стран не имели права носить оружие, такую же, как у арабов, одежду. Они могли ездить верхом только на мулах. Им не разрешалось выступать в суде свидетелями против мусульман. В 8-9 веках по халифату прокатилась волна народных восстаний против владычества арабов, что подтачивало силы халифата. Чтобы успешно подавлять народные восстания, один из халифов приказал набрать войско среди пленных жителей Средней Азии. Из них была создана преданная халифу гвардия. Но позднее начальники гвардии приобрели такую власть, что по своей воле возводили на престол и свергали халифов. Наместники, эмиры, стали передавать по наследству свои должности вместе с полученными в управление провинциями. Опираясь на собственные военные силы, они отказывались повиноваться халифу и становились независимыми правителями. В середине 8 века один из противников халифа захватил власть в Кордове. Образовалось самостоятельное арабское государство в Испании – Кордовский Эмират. С 10 века – Кордовский халифат. К середине 11 века большая часть арабских владений на Ближнем Востоке была завоевана турками-сельджуками, пришедшими из Средней Азии. Они захватили Багдад. Правитель турок-сельджуков получил от халифа титул султана. Основные обязанности мусульманина. Ислам возложил на правоверного мусульманина пять основных обязанностей. Во-первых, верить, что существует лишь единый Бог Аллах, а Мухаммед – пророк его. Второе – молиться пять раз в день, а чтобы верующие не забывали об этом, специальные служители при храмах должны громко созывать их на молитву. Третье – соблюдать главный пост Рамадан в течение месяца в году всем, кроме больных и малых детей, с рассвета до заката солнца. Четвертое – тратить пятую часть дохода или добычи на милостыню. Пятое – если это возможно, совершить хотя бы раз в жизни хадж, паломничество, в святые места – Мекку и Мадину.